В Самаре судебные приставы забрали истощенных кошек у жителей многоквартирного дома. В суд с жалобой обратился один из соседей. Приставы обязали хозяев квартиры провести санитарную уборку и вывести кошек, но они не исполнили приговор. Жильцов оштрафовали на 5000 рублей, а животных забрали сотрудники приюта. Пять кошек были истощены, им оказали ветеринарную помощь. Самарцам стоит остерегаться клещей. Ранняя весна – время повышенной активности этих опасных членистоногих. Люди, работающие в лесу или выезжающие на отдых на природу, должны быть привиты. Роспотребнадзор рекомендует носить одежду с длинными рукавами, заправлять концы брюк в носки, покрывать голову косынкой, использовать средства против клещей. Стартовал прием заявок на участие в фестивале уличного искусства «Форум арт», сообщили в администрации Самары. В этот раз он посвящен году семьи. Для участия необходимо до 15 апреля заполнить заявку на сайте проекта, прикрепив эскиз конкурсной работы. Художники-победители смогут воплотить свои идеи в регионах ПФО. Кировский районный суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлотту до 23 апреля. Музыкант прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Саратове, после чего вернулся в Самару. Итоги экспертизы пока неизвестны. В ноябре прошлого года против Шарлотта возбудили три уголовных дела. Два по статье о реабилитации нацизма, одно об оскорблении чувств верующих. Арбитражный суд рассмотрел иск блогера Елены Блиновской к налоговой службе. Защита заявила, что ФНС ошибочно начислила 227 миллионов рублей налогов за проведенные марафоны желаний. По словам юриста Блиновской, марафоны являются не товаром, а условами психологического консультирования, и их оплата нерезидентами России в налоговую базу НДС не входит. Суд отказал блогеру выиски и сообщил, что Блиновская должна выплатить сумму налога целиком. Из-за роста цен на яйца Федеральная антимонопольная служба организовала проверки крупных торговых сетей. Их проверяют на предмет заключения антиконкурентных соглашений, которые могли привести к росту стоимости товара. Проверяются цены на яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах. В Подмосковье и завышедшей из берегов реки затопило парк-приют со львами. Животные живы и здоровы, за их состоянием наблюдают специалисты. Пока львы находятся на возвышенности, но вокруг них вода, на место выехали специальные службы. В России за последние полтора года работодатели стали лояльнее относиться к выпускникам без опыта работы. С сентября 2022 года число компаний, которые берут на работу выпускников вузов без опыта, выросло с 65 до 72%. Крупный бизнес чаще всего берет к себе в компанию молодых специалистов.